Но есть один плюс. В этом видеоролике вы узнали, что все-таки случилось с Номадом. Привет, народ! И Крайзис 3 у нас снова с вами здесь. Итак, миссия номер 4 у нас сейчас с вами будет. Давайте ее проходить. И как обычно, время 5.20 и солнце бьет мне прямо в окно. Точнее, 5.16 сейчас даже время. Итак, миссия, опять же, напомню, номер 4 и 7, которые здесь присутствуют. Седьмая миссия это уже босс, финал. Посмотрим, что у нас будет здесь. Кстати, если я не ошибаюсь, тут вообще два босса должно быть. Снять предохранители. Мы только что развернули. Вас понял. Выдвигаюсь в сектор. Все спокойно. Слышал? Анализор выключен. Здесь все чисто. Ложная тревога. Вас понял. Продолжить проверку периметра. Видимо, к объектам не обнаружено. Двигусь к следующей точке. Что там? Наверное, показалось. Черт. Куда он делся? Чисто. Здесь тоже чисто. Не, никаких следов пророка. Поехали. Чернохвост дозорный. Это Чернохвост 9. Делансе 4 Альфа чист. Выдвигаюсь в следующий квадрат. Прием. Никак нет Чернохвост 9. Восход Алой Звезды планицирован Накс. Всем по... Восход Алой Звезды? Подтвердите, что это не ошибка. Прием. Подтверждаю. Восход Алой Звезды запущен. Прием. Дерьмо. Что с ним? Восход Алой Звезды. О чем они думают? Не знаю. Черт с ним с пророком. Надо выбираться отсюда. А как же с тебе? Да черт с ним догонит. Слышал о восходе Алой Звезды псих? Нет. Не приходилось. Сел не так-то легко напугать. Узнайте все, что сможете. Встретимся в назначенном месте. Итак, друзья. Давайте начинать поиски. Дело плохо. Раш и Клэр не отвечают. Тебе придется держаться в одиночку, пока я не разберусь. Избегайте прожекторов сел и приберитесь в парк. У нас задание с вами. Так, давайте я для начала вот так сделаю. Так, Визор. Еще есть кто? А, да, смотри, есть. Их там много еще. А вот то, что избегаете прожекторов сел, слушайте. Ну, это довольно тяжело будет, я вам скажу. Тут можно стелс нарушить вообще в любой момент. Блин. А, вот. Блин. Они то стоят на месте, то уходят. Не, я, конечно, постараюсь поаккуратнее. Но я думаю, это все будет происходить до первого фрага. Потом у меня опять проблема возникнет. Так. Ящик со стрелами там есть. Так, аккуратно. Сейчас нужно будет зарашить до этого ящика со стрелами. Так, еще есть кто? Да, смотри, есть. Вот еще. Блин, они патрулируют зону. Походу сейчас найдут. Да. У нас тут покойник. У нас тут покойник. Упс, это ты. Так, стрела здесь. И вон там ящик целый. Так, отлично. Меня вроде не засекли пока за все это время. Так, спасибо за стрелы, конечно. Продолжаем движением. В парк надо, значит, там пробраться. Да, эти пока ничего обо мне не знают. Будем действовать аккуратно. По одному. Просто будем выкашивать по одному. Ага, доступен новый ролик. Ну, в принципе, я думаю, можно сходить за его данными, да? Почему бы и нет. Так. Часовой. Так, турель. Ага. 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 Все, турель взломана. Минус. Все, костюм у нас полностью разряжается. Слушайте, ну, да, как-то он круто слишком разряжается. Нам нужно как-то поддерживать состояние батареи, но пока вот никак. Так, убиваем вот этого. Отлично. Там у нас что? Ага. Давай смотреть. Окей, турель готова. Теперь за пророком. Может, и минное поле какое-то? Ага. У нас там один чувак уже что-то знает. Так. Слушайте, мне бы как-то пролезть туда, наверное, да? Раздели, пройди, найди его. Да твою мать. Во, вот сюда вот. Ага. Пройдем. Стой. А как мне... А как мне туда пройти-то? Он не запрыгивает. Понятно, пророк. Ты слишком для меня крут. Вот так вот. Так. Спец боеприпасы. Модернизация нано-костюмах. Так. Тут надо этого чувака, который говорит громче всех, наверное, устранить. Они посылают сопровождение. У тебя будет время на переход. Не то чтобы это важно, но... Блядь. Первая смерть в игре. Рядом. Первая смерть в игре. Так, у нас тут следующий квадрат с вами. Они не знают о том, что я иду. Хотя это, кстати, немного странно. А вот это что такое? Данные сел. Контейнер для данных. А, ну да, нам сюда и надо, по сути, задание это выполнить. Так, давайте сейчас опять, наверное, по одному... По одному, да. По стороне необходимо видеть цель полностью. По-моему, от этих взломов турелей лучше не делается. Они не отвлекаются на меня? А, нет, смотри, она убивает их, да. Так, спокойно. Я засек железного коня. Отлично. Ищи файл лаборатории. Есть. Кинет. Они посылают сопровождение. У тебя будет время на переход. Не то чтобы это важно, но мне необходимо... Так, ID утерян. Так, давайте займемся сопровождением тогда. Вариантов у нас немного. Так, давай вот ты пошел отсюда. Я трус? Да я далеко не трус. Мне нравится в маскировке сидеть. Пошел вон. Я даже, кстати, в Call of Duty новый люблю маскировку носить. Серьезно. Придется его выкурить. Так. Ну и последние два фрага, я думаю, не составят проблем. Раз. И два. Отлично. 8 стрел. Ну фиг с одной. А, подожди-ка, вот тут еще данные-то есть. Фак. Спокойно. Вот тут еще есть данные. Где подкрепление? И вот тут еще данные. Эскейп, открыть базу данных. Председатель Карл Раш. Понятно. Так, один враг остался в этой зоне. Вот и все. Он устранен полностью. Так. Визором проверю. Все здесь. Да, смотри. Вроде все. Там кто-то палит по мне. Палит меня, точнее. Ну ладно, не важно. Так. Продолжаем тогда своим движением. Куда нам? Сюда? Да, сюда. Что-то далековато идти до этой турели или что это такое? А, вот. Все, внимание на этот голодой труб. Если заметить их малейшее движение, взрывайте на пуске. Никакой пощады. Так точно. Есть? Есть. Отлично. Так, я помечу кого могу. Данные сел опять там. Много-много здесь, конечно, чуваков. Опять данные сел доступны. Так, еще одна мина. Есть. Так, коды успешно внедрены. Есть, минус. Что происходит? Да неужели они меня услышали? Он использует лук. Кто использует лук? О ком ты сейчас говорил? Кто он? Я? Ты уже не помнишь, кто я, чувак. Кстати, самое интересное, что когда выходишь из маскировки, неожиданно они начинают палить тебя, да? Ну вы это уже поняли. Так, ломанем катурель. Это что такое? Отвлекайся, отвлекайся. Давай, турель, гаси его. Минус. Так. Еще враги, вон они. В этом помещении они. А, нет, не в этом. Они там дальше уже будут. Так, вообще, кстати, по-хорошему можно данные вон те взять, да? Давайте посмотрим, можно ли туда как-нибудь пройти. Наверное, это потом надо будет, да, сделать? Да, это потом, походу, надо будет сделать. Ладно, погнали дальше устранять врагов тогда. Кто-то там отключил турель. Готов. Готов. Так, спокойно. Блин. Ломаем. Да. Так, раз. Два. Три. Четыре. Так, этих можно пометить. Так, вот это все дело. Патроны. Так. Как же мне туда попасть? Ну. А. Все. Понял как. Так, эти пока, наверное, в покое, да, оставим. Хотя. Что-то потряхивает немного. Не, немного прям потряхивало. Так. Сюда. Видимо. А я не могу. Нет, подожди. Так я могу туда пройти или нет? Я, походу, не могу туда пройти. Не, не могу. Ну, клево, что я могу сказать. Вообще потрясно. Придется воевать с этими козлами. Усиленный удар. Да не надо. Так. Идите и найдите его. Есть. Есть. Отлично. Мина взломана. Потерейте меня все из виду. Он использует стрелы. Есть. Еще там один примерно, да, остался? Вон наверху он. Теперь главный вопрос, как он туда вообще попал. Открывайте его. Раз. Два. Три. Четыре. Обходи без флага. Ну давай, пали меня. Ты же палил только что. Зассал, понятно. Так. Ну вроде все. Я вроде здесь все сделал. Хочешь поиграть в прятки? Покажи. Так. Погнали за этим чудаком. Где он там у нас? Еще раз. Ой, он не один. Отлично. Я очень рад. Отлично. Все. Проникли сюда. Полетели. Так, данные СЛ находятся вот здесь вот. Отлично. Я не знаю, зачем я эти данные продолжаю искать, но все-таки... Так. Использую диплайн. Отлично. Все, эти взрывы там останутся позади. Пророк. Слышишь? Пять была нарушена. Электромагнитный импульс выгнал в строя сеть. Раши самолом. Надо подназначить. Нет, но... Майкл занят. Ну мы, да, ничего отвечать не будем, как самый истинный и главный воин будущего. Так, секунду. Все, продолжаем. Так. Путь там заблокирован. Придется идти здесь. Ага. У нас тут всякие данные, патроны, все дела. Ага. Альфа-ЦФ. Готовьте людей к новой битве. Правила изменились. Так, ладно. Чувак на толчке скрыл данные. Судя по записям Селл, рядом с тобой есть Цеф, носитель разума. Ты чувствителен к внеземному влиянию. Тебе лучше отойди подальше. Никак нет. У Цефов общий коллективный разум, управляемый Альфой. Теперь, когда он на свободе, они просыпаются. Если эти носители разума – часть процесса, то мне нужно быть настороже. Коллективный разум, но в твоей ДНК много внеземного вычислила. Не думаю, что это хорошая идея. Так, эти тут бесятся, да? Найс. Я могу спокойно их бить, пока у меня есть время. Угу. Райф, это башня 436. Нас атакуют. Многочисленные силы Цефов направляются к нам. Башня 436. Это наземная часть ТТ-2. Мы укрепляем Амарону. ТТ-1, это дозорный. К вам направляются крупные силы противника. Я насчитал 8. Поправка 10 частей. Там еще нападают на меня кто-то. А, вижу. Так, а что там можно было взять? Пинч. Что такое пинч? Ладно, неважно. Это, наверное, оружие Цефов какое-то. Так. Башня 436. У нас тут серьезные проблемы. Минус 1. Сейчас то же самое будет со следующим. Так что башни снижены на 60%. Потери уже исчисляются сотнями. Что происходит? Ага. Это было легко. Господи. Что он делает? Он может взаимодействовать с оружием Цефов? Майкл, ты знал об этом? И как далеко он зашел? Так. Тут у нас взлом, да? Да. Давайте заберем, что там есть. Ага. Найс. Что тут? Что тут? Быстрее, быстрее, быстрее. У меня времени мало. И там ничего не было, кстати. Ничего вообще не дали. Фак, 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 фак. Пророк. Пророк, отзовись. Встреча. Мать ее! Пророк. Кто бы удивился. Эти цепы. Я думал, все ублюдки на Ленкстане были хорошими. Так, быстренько оглянусь, здесь есть что-то? Нет, ничего полезного нету. По-моему, ничего полезного нет, я не увидел там. Так, ладно, полетели. Система Икс Альфа Цеф. Это не Альфа Цеф. Убирайся. Нет. Да я, наверное, быстрее прибуду, не? Ни фига себе их там. Пророк, Раша так и не нашли. Я получаю сведения об активности Цефа по всему зданию. Цел уничтожаю. Обалдеть, это кто такой? Убить поджигателя Цефа. Это пера Сел, поджигатель. Я видела таких только в файлах Сел. И как его убивать, кстати? Он, наверное, должен рот свой открыть, да? А давайте стрелы другие возьмем. Вот эти вот, например. А, все. Поджигатель Цеф убит. Так, а там ящик со стрелами есть. Ну, ладно, я его вроде устранил с первой стрелы, кстати. Так, подожди. Мне тогда стрелы надо взять? Да, блин. Во. Все, больше мне пока ничего не надо. Продолжаем движение. Патроны. Остальное пока не важно. Так, ладно. Пророк, сеть почти налажена. Но полевые командиры докладывают, что Цефы повсюду. Периметр чист, но внутри... Боже мой. Они истребляют все живое. Мне нужно найти Раша. Я... Я... Я к этому не готова. Пророк, внимание. Где-то в твоей локации сломанный Крикут. Цефы активизировались, так что он снова может заработать. Отойдешь подальше, не привлекая внимания. Может быть. Но если у него есть источник питания, я мог бы им воспользоваться. Я взломал его. ХЗ что с ним встало? Я, пожалуй, пойду отсюда. Крикун, да? Найти лабораторию СТЛ по снятию костюмов. Так. Давайте подеремся немного, господа. Есть такой. И такой тоже есть. Есть. Нет, этот не сдох. Это какая стрела? Супертермитный наконечник. Есть. Так. Вот этим мы еще займемся. Он должен быть убит. Ага. Все, стрелы я пока меняю. Так, а это что у нас такое? Ага. Увеличивает урон. Ну ладно, пускай средняя сила будет. А, вот Крикун. О! Крикун теперь мой. Пусть он разбирается с остатками. Готово? Найс. Здесь, наверное, катализатора нету. Мы ничего, кстати, с них не получаем. А Крикун там расправится с ними. Оглушите поджигателя, чтобы получить... Подождите. Что? Я пропустил, что там было написано. Блин. Не обратил внимания. Ладно, продолжаем движение. Потом разберемся. Разберемся. Так, подождите. А куда идти-то? Что я заплутал немножечко. Так, подожди. Наверное, сюда? Где-то здесь, может, путь-то есть. А, вот он. Так. Сюда. Пехотная единица цефов. Ну это ладно пока. А, подожди. Вот какой-то летающий цеф. Это слингшана, да, походу? Вот он. Это какой-то разведчик цефов, что ли? Прорвать защиту и войти в лифт. У меня стрелы закончились, кстати. Да? По-моему, у меня стрелы кончились. Да. Мне надо быстрее к лифту прорваться. Иначе у меня конец. Блин, эти гранаты цефов. Фак. Готов? Нет, не готов. Мост активирован. Ладно, я спускаю в лифт. Тут еще можно пройти. Нормально, у меня хотя бы шесть стрел есть. Так. Все, продолжаем движение, пока они там за мной не пришли все. Так, куда нам? Сюда. Так. Секунду. Блин. Отлично. Так, вход. Тут панелька эта была, да? Нет. 823. Не знаю, к чему бы это. О, псих, привет. Наконец-то мы с тобой встретились. Мне так и придется сражаться вместо тебя. Послушай. Не было и дня, когда мне не хотелось быть на твоем месте. Даже с этой толпаной мутацией, что творится под твоей кожей. Я бы... Я бы взял это на себя. Давай. Ну, пойдем посмотрим, что у нас здесь скрывается. Обнаружить функциональный док нано-костюма. А, это, походу, та миссия, на которой мы узнаем, что случилось с Номадом и его отрядом. Точнее, что осталось с отрядом Пророка. Так. Угу. Сел, держали меня здесь месяцами. Я даже не знал, как далеко все это зашло. CPID черного ящика. Они бы задыхали и меня на эту штуку. Вопрос времени. В этом и есть суть нано-костюма, да? Экзоскелет цепов. Объект сержант Майкл Сайкс. Продолжаем движение. Посмотрим, что у нас будет вот здесь. Вот, точнее, уже чисто здесь, да. Посмотрим, что у нас сейчас тут будет. Угу. Становится немножко опасно. Ну, по крайней мере, мне. У нас тут есть еще кое-какие данные, да? Я думаю, сейчас их надо взять. Наблюдение за доктором Фонтанелли. Модификация нано-костюма. Так, у нас их сколько? Две. Так. Так. Тяжелая броня, вертикальность. Перезарядка быстрее. Давай вот это берем. Разблокировать модуль. Да. Все, модуль разблокирован. Отлично. Так. Продолжаем. Открывай. Вы грязные ублюдки, Сэл. Я заставлю вас заплатить за все. Где вы, мать вашу? Где? Где? Могу представить, что это Номад. Псих. Это Номад. Ну, почему я так решил? Потому что Ацтек и Шут были уничтожены. А нано-костюмы, самые настоящие прототипы, оставались в итоге у пророка, психа и Номада. Соответственно, как вы понимаете... Это он. Если я найду ублюдка из Сэл, который сделал это, я прикончу его. Скорее всего, это должен быть он. Ну, как вы понимаете, в любом случае, кстати, Номад мертв. Нам об этом в начале игры еще сообщили. То, что Номад тоже мертвый. Остались только псих и пророк. Вот так. Клэр, открой дверь. Погоди. Ты в порядке? О, да. Ты на месте? Да, наполовину. Калибровка сенсорных датчиков. Небольшая задержка. Компенсация. Мы на месте. Заблокировано. Садись. Мы должны быть уверены. Разблокировано костюм, мы нарушим защиту, и наночастицы изменят маршрут. Если технология ЦЭПов уже там, то кто знает, кем он станет? Уверен, что справишься, босс? Давай. Доступ к системам восстановления памяти. Фильтрация. Это было рискованно. Мы запустили процесс глобальных изменений в твоем организме. Но у нас не было другого выхода. Мы поставили блокировку на твои рецепторы. Твой мозг будет защищен. Без них коллективный разум поглотит тебя. Ладно. Давай вытащим его. Блокаторы допамина убраны. Я регистрирую критические изменения верной системы. Сейчас он, по идее, сможет установить контакт с ЦЭПом. Что это? Майкл. Не надо. Не надо. Почему бы нет? Не поможет. Сепарирование. Нанокостюм полностью снят. Объект 8А. Сержант Майкл Сайкс. Все еще функционирует. Почти на оптимальном уровне. Но... Ожидается ускоренная деградация. Ты... Ты сделала это со мной. Майкл, послушай меня. Именно ты стал причиной. То есть, я сражаюсь с ЦЭЛ из-за тебя. Знаешь? Вот почему ты так старалась. Или ты притворялась. Из-за этого, да? Из-за чувства вины. У меня не было выбора, Майкл. Программа СЭЛ. Мы были по уши в долгах. Ну, ты же знаешь, как все это делается. Мне пришлось сделать это. Мне пришлось слушать их крики день за днем. День за днем. Я отдаю отчет в своих действиях, поверь мне. И мне предстоит с этим жить. До конца моих дней. Представь. До конца моих дней. Майкл. И угрызение совести все исправят, да? Если тебе так жаль, Клэр, почему я узнаю об этом вот так? Почему нельзя было просто признаться? Псих, послушай меня. Ты знаешь, как это работает. Ты знаешь, что у нее не было выбора. Она делала то, что ей приказывали. Нет выбора? Просто делала то, что ей велели? Выполняла приказ? Да кто это говорит, пророк? Хотя я тебе вот что скажу. Она была права насчет тебя. Может, ты и правда всего лишь долбанная машина, но уж точно больше не человек. Ты, конечно, никогда особо и не тянул, но, Господи Иисусе, только взгляни на себя сейчас. Чье лицо скрывается за этим шлемом, пророк? Или у тебя больше нет лица? Нам всем пришлось принести жертвы. У тебя был выбор, приятель. У всех есть выбор. Теперь ты знаешь все, что должен. Помнишь? Все, кто умер под твоим началом, потому что ты просто выполнял приказ, потому что у тебя не было выбора. Совсем как она. Психия. Нет, наш приятель. Бери свой костюм и иди сражайся сам. Как всегда. Майкл, подожди. Нет, Клэр. Он прав. Отпусти его. Кажется, мы наконец-то нашли что-то о восходе Алой Звезды. Слушайте. Архангел – ключевой элемент управления в новой беспроводной энергосети СЭЛ. Но это далеко не все. Система может совершить мощный выброс через энергетическое оружие массового поражения. Это гарантирует уничтожение не только враждебных элементов, но и всего населения мегаполиса. Есть протоколы изменения задач Архангела для получения альтернативных результатов. Когда результат станет угрозой стадии 3, Архангел запустит самый агрессивный набор протоколов – восход Алой Звезды. О боже, они собираются стереть Нью-Йорк с лица Земли. Полная орбитальная аннигиляция. Но есть один плюс. В этом видеоролике вы узнали, что все-таки случилось с Номадом. И это действительно правда. Кстати, если кто не знал, на момент времени Крайзис-1 Номаду было 22 года. Сколько ему было лет на момент смерти, я не могу сказать. Но в этом видео вы, по крайней мере, узнали какую-то информацию о нем. На этом все. С вами был Спектр. Увидимся в следующей части прохождения Крайзис-3. Всем пока.